Ас-саляму алейкум ва рахматуллах. На предыдущих занятиях мы изучили буквы с суккуном, а также затронули некоторые их особенности. На этом уроке предлагаю коротко резюмировать все пройденное ранее. Помните, мы говорили о том, что качество букв в состоянии суккуна наиболее ярко выражено? Поэтому очень важно правильно произносить буквы с суккуном, давать им столько времени, сколько положено. Дело в том, что буквы с суккуном имеют различную длительность, которая зависит от набора качеств, имеющихся у буквы. Более подробно вы изучите и поймете эти темы, когда будете изучать таджвид для продвинутого уровня. А сейчас вы лишь получаете общее представление об этом. Итак, перед вами буквы алфавита с суккуном. Самую короткую длительность имеют буквы, обладающие качеством калькала. Давайте выделим их и вспомним, что это за буквы. Это ба, дэль, джим, та и каф. Давайте прочитаем их с суккуном с примерами. Также обратите внимание на букву хамза. Она также имеет самую короткую длительность среди букв алфавита, но качеством калькала не обладает. Давайте прочитаем пример. Э, ю, ми, ну. Не делайте калькала и не читайте так. Э, э. Далее следует группа букв с суккуном, обладающие средней длительностью. Давайте посмотрим на них. Их всего пять. Это буквы ра, айн, лэн, мим и нун. Прочитаем их соответствующими примерами. Э, эр, 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 сэля, э, на,буду, э, эл, 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 ка, э, эм, Этим буквам-суккунам вы должны дать среднее время, не укорачивая их и не удлиняя. Одно из самых распространенных ошибок, которые допускают учащиеся, заключается в том, что они делают калькаля на буквах суккунам, которые этим качеством не обладают. Например, они говорят «эле» вместо «эл» и говорят «эле-ка» вместо «эл-ка» или же говорят «эмэ» вместо «эм». Запомните, качество калькаля есть только у ранее упомянутых пяти букв суккунам, которые обладают коротким временем произношения. Делать калькаля на остальных буквах алфавита суккунам является ошибкой. Теперь мы перейдем к последней группе букв суккунам. Мы пока условно отнесем их всех к одной большой группе, которую назовем «буквы, обладающие самой большой длительностью в состоянии суккуна». Конечно же, на самом деле буквы внутри этой группы тоже отличаются между собой по длине, но об этом мы пока не будем говорить в подробностях. Среди этих букв есть как глухие, так и звонкие. Все глухие буквы объединяет одна особенность. При их произношении выходит сопроводительный воздух. Давайте вспомним эти буквы. Тэ Сэ Хэ Ха Син Шин Сад При произношении этих букв суккуном вы заметите, что количество сопроводительного воздуха, выходящего с каждой из этих букв, различны. Оставшиеся буквы относятся к числу звонких букв. Будьте особенно внимательны при произношении их суккуном, так как очень часто ученики делают на них хальхала, хотя они этим качеством не обладают. Итак, давайте прочитаем буквы, обладающие большей длительностью в состоянии суккуна с соответствующими примерами. Обращайте внимание на звонкие и глухие буквы, а также на их длительность. ЭТ ЭТ ЭТКОНА ЭТ ЭТ ЭТКОЛ ЭХ أحضر أخرج أذعن أزلف أصرف أشرك أصبح أضعف أظلم أغ أغمض أف أفلح أكرم أغمض 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 أغمض